Омнамо Бхагавате Васуде Вая Омнамо Бхагавате Васуде Вая Омнамо Бхагавате Васуде Вая Сегодня мы читаем песню 4, глава 24, текст 13 Прочинабархишах, утрах, шатадрутям, даша бхаван, тулия намавратах, сарве, дгармаснатах, прачитасах Прочинабархишах, утрах, шатадрутям, даша бхаван, тулия намавратах, сарве, дгармаснатах, прачитасах Прочинабархишах, утрах, шатадрутям, даша бхаван, тулия намавратах, сарве, дгармаснатах, прачитасах Продолжение следует... 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 Еще раз перевод. Еще раз перевод. Еще раз перевод. Еще раз перевод. Харе Кришна, дорогие преданы. О том, что Дхарма поддерживается такими личностями, как Прочеты, как Царь Прочинобархи и так далее. В предыдущих стихах мы видим, что личности, которые приходят в Сатьююгу, это необычные, непростые личности. Они призваны исполнять волю Верховного Господа. И поскольку это происходило в Сатьююгу, то было необходимость заселения всей Вселенной. И, соответственно, в Сатьюгу мы знаем уровень религиозности людей в высшей степени проявлен. И, соответственно, по воле Верховного Господа сюда приходят личности максимально приближенные и духовно развитые. Поэтому предыдущие стихи рассказывали, как происходил процесс заселения Вселенной. Один из фрагментов этого процесса. И мы видим, что очень важно следовать религиозным принципам, как в этом стихе говорится, обладать совершенным знанием и, соответственно, заниматься преданным служением для того, чтобы личности, которые придут, ну, которая, как говорится, Вселенной, она потом заполняется живыми существами. И тхарма-снатах, это означает, что это путь для тех душ, которые явятся во Вселенной. То есть путь следования, то, чему они должны следовать для того, чтобы, попав в этот материальный мир, могли они вернуться обратно. И сейчас мы понимаем, что сейчас Кальюга, это как бы уже основные личности все ушли. Вот остались самые умные, самые преданные, как говорится в кавычках. И в Кальюгу, да, тхарма, она актуальна. И даже сейчас люди, обычные люди, можно слышать, что они говорят о судьбе, о кармии и о каком-то законе, которому все-таки нужно следовать, что все-таки должно быть в человеческом обществе какой-то порядок. Потому что видно, что все устали от какого-то беззакония и непонятности, куда идти следовать. Люди ищут, рыщут, изучают, и видно, что эта необходимость существует в каком-то строгом следовании чему-то. Потому что человеческая жизнь, она не предназначена для ешь, пей, веселись. Понимаете, не предназначена. И все это сейчас понимают, есть возможности все для полного удовлетворения чувств. Но люди также несчастные и более разумные люди, они подсознательно понимают, что должно быть какой-то свод каких-то определенных правил и принципов, следуя которым мы можем узнать что-то о высшем. Люди даже подсознательно это понимают. Проблема в том, что очень много обманщиков. В Кальюгу это время обманщиков. То есть обманщиков и обманутых. И у души, которая начинает задумываться о том, как что-то здесь не то в этом мире, она очень много препятствий возникает на пути. Проявляются разные псевдогуру, псевдоучителя, которые предлагают разные виды знания. И видно, что сейчас в обществе оно наводнено такими личностями. Их много, начиная от йоги, от преподавания йоги, кончая разной формой эзотерики, астрологии и так далее. И многие люди, которые разочаровались материальной энергией, они ищут, они ищут в поиске. И дхарма это в принципе свод законов для людей, которые попали в этот мир. И есть дхарма и адхарма. Адхарма это против воли Бога. Адхарма это высшее предназначение живого существа, служить верховной личности Бога. Но существует обычная дхарма, как для каждой личности, согласно его природе. У каждого человека, мы знаем, есть своя природа. И если ее задействовать правильным образом, то человеку будет легко выполнять законы дхармы. То есть ему будет легче следовать. Проблема к льюге в том, что все в кашу превратилось. То есть люди, получая образование, они действуют несогласно своей природе, тратя на это огромное время, деньги и прочее. Время уходит. Человек потратил кучу времени, жизни, своего жизненного времени, отведенного ему. Но удовлетворение не получил, результата нет. Человек разочарован. Он начинает, кто как свое разочарование закрывает. Кто идет во все тяжкие, кто отрекается, начинается искусственное отречение. Кто бросает семью. Кто наоборот погружается в любовниц. И вот такие вот крайности у людей, постоянно, сплошь и рядом, на каждом шагу. Все только от того, что у людей нет знания. То есть они не знают, что им дальше делать. Получив разочарование, у них приходит естественное отречение. Они не хотят больше уже с этим связываться, потому что, ну, столько уже всего было. Вкуса нет. И они в поиске. Они в поиске и не могут найти какое-то прибежище. И говорится, что в Сати-Югу в основном общество состояло из благочестивых людей. То есть любой человек мог пойти и получить знания, обратившись к какому-то мудрецу. Потому что мир был наводнен мудрецами. Сейчас мир наводнен мошенниками. И очень сложно найти настоящего мудреца в этом обществе. Очень сложно. И если мы дальше читаем, в комментариях Шалапарупада пишут, что в Кали-Югу всегда есть один плюс. То, что несмотря на весь этот бардак, который присутствует, смешение всего в кучу, отсутствие всех принципов, Господь Читания дает основную спасительную веревку, повторяя Харе Кришна, мы можем получить знания. То есть, получив знания с Бхагават-Гитой, мы можем понять, что есть знания, что есть истина, а что есть ложь. Хотя даже существует уже 500 переводов в Бхагават-Гит, в Кали-Югу, все равно Господь заботится о живых существах. Он послал Шалапарупаду, чтобы он написал Бхагават-Гиты, как она есть. Не так, что мой вариант Бхагават-Гиты, то есть мое видение Бхагават-Гиты. Он написал Бхагават-Гиты, как она есть. Когда его спрашивали журналисты, Шалапарупада, а что у вас такое за общество странное вообще, новое какое-то, Шалапарупад говорил, что у нас общество сознающих Кришну людей, те, кто хотят осознать Кришну, те, кто Ему хотят служить. И человек, когда начинает практиковать это знание, у него автоматически происходит, в первую очередь успокаивается ум, потому что в Кали-Югу очень беспокойный ум у всех. То есть его невозможно обуздать, и он мечется из стороны в сторону благодаря нашим любимым, уважаемым средствам массовой информации, благодаря вот этому насаждаемому, вот этой светской культуре. Человек не может сосредоточиться на чем-то одном. Как только человек становится вегетарианцем и начинает повторять Душа просыпается, у него появляется интерес к жизни, появляется энтузиазм, появляется желание что-то делать. Практикуя это знание, она очищается и получает вкус. Кришна за каждым следит из сердца. Как только живое существо, хоть малейший намек проявляет на духовное самосознание, он тут же идет ему на встречу и посылает разные варианты решения этой проблемы. У всех по-разному, все мы знаем, кто здесь присутствует, и не только все, кто присутствует, все, кто сталкивались или с преднами, или еще как-то, что в какой-то момент это происходит, у кого-то пришло разочарование в жизни, кто-то потерял родственников, у кого-то какие-то серьезные проблемы начались, а кто-то вообще был счастлив материально. Но вдруг что-то произошло, и он разочаровался. Разные варианты путей духовной искры, они как бы в итоге все приходят к одному, потому что нужно что-то сделать с этой жизнью беспорядочной, нужно ее как-то упорядочить. Потом нужно навести порядок хотя бы в питании, потому что у людей даже в этом нет, во сне, чтобы сон был хоть нормальный, не всю ночь гулять, а потом днем спать, а хотя бы как нормальные люди ночью спать. Питаться нормально нужно. Сейчас столько проблем с питанием, нет нормальных чистых продуктов, вода уже продается, вода уже дороже бензина. Интересно вообще. Скоро воздух опять будут продавать. Дышать будет нечем, будут такие пакеты с воздухом продавать, и каждый будет подбегать, надышался, пошел дальше, выбросил. Интересное время. Цель духовной личности в том, чтобы не получив знания, не закрыться в себе, и как бы сказать, ну все, я спасен, я все получил, я счастлив, мне остальное не беспокоит. Нужно как-то думать о ближних людях, которые еще не получили этого знания. И мы видим, что благочестивые личности, их непотомство, оно рождается благочестивым. То есть на примере царя Прочинобархи можно увидеть, что царь, он зачал 10 благочестивых сыновей. То есть это гарантирует спокойствие и процветание общества. Когда не приходит варна-санскара, то есть нежелательное потомство. Когда сейчас в этой полной неразберихе люди зачинают детей, приходят разные личности. И демонические, и там враждебные, и прочее, и кого только нет. Общество наводняется беспокойными личностями, которые будоражат его постоянно. Это вот сейчас время, в котором мы живем, это время проявления варна-санскары, когда вот варианты безбожия, они вот проходят в обществе в такой форме. И Шелупрупада дальше пишет, что тоже нет смысла, в принципе, концентрироваться на деталях тхармы. Потому что в Кальюгу очень сложно их в идеал привести. То есть не получится полностью все сделать так, как, например, было в Сати-Югу. Это очень сложно. Очень сложно. И поскольку весь мир от тхарма. И говорится, что, например, на планету приходится 1% только верующих, благодаря которому все остальные могут находиться на этой планете. Они еще до сих пор не уничтожены материальной энергией. В следующих стихах мы видим, что там говорится о том, как Дурга, она приходит в гнев, когда материалисты переходят в все грани дозволенного. То есть когда уже полностью демоны теряют рассудок, погружаются во все тяжкие, то тут уже сама Дурга, она ее срывает, как бы. Ее терпение кончается. И тотальные войны – это плод ее действий. Все войны, которые проходят, это плод ее гнева. И есть такое изображение, в Индии часто можно увидеть. Господь Шива лежит, и на нем на груди стоит Дурга, такая в ярости. И Господу Шиве приходится бросаться под ноги ей, чтобы ее успокоить, потому что ее гнев настолько велик, что он ее даже не может успокоить, только бросившись ей в стопы. То есть и тогда она успокаивается. И все начало войн – это говорит о том, что общество наводнено демоническими личностями. Поэтому для наших грехов стоит очень важная задача – наводнить это общество преданными. Понимаете? Это я о греховском говорю, бурмачарии. Бурмачария в какая-то харма? Слушать, послушание и смирение. Обучение. Очень хорошо. Настоящий бурмачарий. Греховские должны общаться с бурмачариями. Не может быть так, что греховские отдельно живут. Бурмачария – очень важный фрагмент в жизни греховских. Потому что если греховские не общаются с бурмачариями, они не будут получать реальность. То есть в семейной жизни всегда очень сложно реальность сохранять, духовную имеется в виду реальность. Всегда есть возможность как-то отойти, погрузиться во что-то, в бытовые проблемы, в семейные дела и так далее. Но когда греховские общаются с бурмачариями, всегда есть возможность, так сказать, сохранять позицию, чистоты. То же самое для бурмачария. Бурмачарии они получают опыт. То есть какой-то. Может даже просто устный, словесный. То есть они видят, как прогрессируют, в кавычках, греховские. Это шутка. Соответственно, это их вдохновляет быть более строгими к своим обетам. И таким образом этот тандем действует очень гармонично. Шилбрубада совершенным сделал это общество. Также существуют вонапрасхи, которые уже отошли от семейных дел и так далее. Это люди уже с определенной реализованной степенью отречения. Я не беру саньяси, я говорю об этих трех укладах. И что если в обществе все нормально, то есть приходят благочестивые личности, существуют брамачари, грехасхи, вонапрасхи, то это все гармонично работает. То есть вонапрасхи они наставляют грехасх и брамачариев. Потому что они уже умудрены, знаете, сединами. У них уже, они прошли огонь, воду и медные трубы. Грехасхи, они только проходят это. Брамачари, они или стоят на этом пути, или они вообще остаются брамачариями, учитывая опыт последующих. Ну, я не говорю о саньяси. Саньяси это уже венец, так сказать, нашего общества. И у нас есть саньяси тоже, это все вообще здорово. И саньяси, они, как бы сказать, они для всех наставники, понимаете, для всех укладов. То есть все могут получить наставление у саньяси. И мы видим, что наши духовные учителя, они в этой роли, им приходится играть разные роли. Роль отца, роль матери, даже роль свахи они играют у нас. То есть они нас гладят по головке, могут погладить, могут отругать. Ремень, правда, не берут. Но могут так, что если мы как-то совсем конкретно не пошли не туда, то мы можем получить реальность такую серьезную. И в принципе мы видим, что это общество, оно реально работает гармонично. То есть оно живое. Живые отношения, проблемы, если есть, они также решаются сообщать. То есть мы можем всегда прийти и сказать, во-первых, духовному учителю, вот у меня такая проблема. Он скажет, хорошо, ты должен больше, например, общаться с преднами. Или делай больше служения. То есть живая энергия, понимаете. Мы не просто сидим у книжки и думаем, а как это вообще должно быть. Универсальность и вообще вот этот экстаз этого момента, то, что мы всегда можем в живом общении как-то улучшить свое служение, получить какие-то нормальные наставления, получить вдохновение, решимость, чтобы действовать дальше. Видим, да, что вот эта энергия, она материальная, она захлёстывает конкретно просто. Ну нет, сил бывает вообще никаких идти дальше. Нет, не хватает сил. Согласен. Энергия, да? Чужелая. Есть такое? Но всегда есть кто? Вдохновленные личности, да? Вдохновленные личности, это что значит? Почему он вдохновлен? Потому что он Кришну почувствовал. Недавно. Опять Кришна у него проявился. И опять и снова. Если мы с таким личностью общаемся, которые вдохновлены Кришной, то мы сами так же заражаемся этим. Потом Кришна у нас проявляется. Согласен нашим усилиям. Согласны? Если усилий не прилагаем, будет что-то? Без усилий. Просто лежа в ашраме. Выспимся хотя бы? Это тоже хорошо. Это важная часть тхармы. Высыпаться. Мне интересно. Ручь прабудет мой товарищ, он с Ярославля. Ручь прабудет, ты нас видишь? Давайте его поприветствуем. Хареи Кришна. Хареи. Хареи Бога. У меня интересное письмо скинул. Баксидан Срасвати. Сейчас хочу зачитать некоторые фрагменты. Очень интересно. Это оно датировано 37-м годом. Почему это 37-м годом? Времени осталось не так много. Пишет Баксидан Срасвати. Все вы проповедуете послания Рупы и Рагунатхи с необычайным энтузиазмом. В этом эфемерном мире вы должны жить ради Харибаджина, поклонения Господу Харии. Несмотря на все опасности, критику, неудобства, вы не должны оставлять Харибаджин. Не расстраивайтесь, видя, как большая часть людей этого мира не принимает темы, связанные со служением Кришне. Не оставляйте своего Баджина или Харикадхи, или Шравана Киртаны, которые являются самым дорогим для всех вас. Со смирением, как соломинка, и с терпением... ...старых валов сгорят в огне санкиртной яги Господа Чайтани. Классно сказано. Его спутников. Мы не собираемся становиться какими-либо героями кармы или дхармы. Актуально к нашему тексту, кстати. Наше изначальное положение и все, что у нас есть в каждой жизни, в которой мы рождаемся здесь, это стать пылью у лотосных стоп, ширупы и рагунатхи. Безусловно, в этом смертном мире вы встретитесь со множеством препятствий и неудобств, но нет никакой необходимости расстраиваться из-за этого или даже пытаться преодолеть их. Вместо этого, пожалуйста, на протяжении всей нашей нынешней жизни мы должны пытаться понять, что мы в конце концов получим, преодолевая все эти трудности и каково должно быть наше вечное существование. Классно сказано вообще. Привязанность и отречение в этом проклятом материальном мире увеличивается в соответствии со степенью нашей отлученности от лотосных стопши Кришны и пропорционально, насколько мы отдалены от них. Когда мы сможем преодолеть это положение привязанности и отречения в этом мире смерти, мы почувствуем вкус святого имени Бога, и тогда только мы сможем понять вкус Кришна-саварасы. Наша единственная нужда в этом мире заключается в том, чтобы войти в царство нашей вечной необходимости, преодолев этот мир двойственности. У нас нет ни любви, ни ненависти никому в этом мире, ибо все то, что происходит здесь, временно и приходящее. Поэтому эта высшая цель в высшей степени необходима для каждого в этом мире. Все вы должны, сотрудничая с друг с другом, гармонично работать для достижения этой цели. Пусть никогда ни малейшее отчаяние не коснется нас в наших попытках проповедовать пламя Санкиртной Яги. Только если мы обретем эту непоглебимую и постоянно увеличивающуюся привязанность к распространению этой тхармы, мы сможем достичь всего совершенства. Проповедь, не подкрепленная личным примером, ничем не лучше кармы или мирской деятельности. Не осуждайте природу других, исправляйте свои собственные недостатки. Это мое личное указание каждому. Любим, да, иногда. Жизнь гораздо лучше, чем становиться на пути, на путь лжи и обмана. Честность – основа всякой добродетели. Честность – это одно из условий. И дальше Махтин Асаразович пишет, что прямодушие. Прямодушие – синоним вошновизма. Слуги вошнового парамахамса должны быть прямодушными. Именно это качество делает их лучшими из браманов. Прямодушие – это значит, говорим прямо, без разных закоулков. То есть, как есть. Иногда о прямодушных говорят, ну, какой-то он странный вообще, о прямодушии. Обычно вот у людей, например, там на обычной работе принято как-то лицемерить всегда. То есть, всегда есть какие-то маски у людей, они одевают. У каждого человека есть свои какие-то комплексы или какие-то личные такие вещи, которых он стесняется. И люди, они одевают эти маски и выдают себя не за тех, кто они есть на самом деле. И вот это все общество, оно вот так вот наводнено такими отношениями. Это не настоящие отношения. Это даже люди, все это прикрывается корыстью, какой-то завистью. И Максимат сразу пишет, что прямодушие. Прямодушие – это большая драгоценность у Айшнала, быть прямодушным. В высшей степени милосерден тот, кто избавляет обусловленные души от их порочной привязанности к материальной энергии. И тот, кто вызволит хотя бы одну душу из заточения крепости Махамай, гораздо более милосерден, чем люди, открывающие бесчисленные больницы. Это сейчас сплошь и рядом. Показная благотворительность, благочестие. Сейчас очень модно. Многие фирмы заключают с администрацией, например, города договора, чтобы заниматься благотворительностью ради того, чтобы их не напрягали налогами и прочей темой. То есть все имеет какую-то определенную подоплеку. Поэтому сейчас практически, мне кажется, даже такой благотворительности нет, которая реально может быть финансово независимой. Всегда какая-то благотворительность имеет какую-то подоплеку, корыстную или еще что-то, выгоду какую-то. Есть определенные личности, которые стараются. Не могу сказать, что это везде все так. Нет. Есть такие люди, они используют свое богатство. Вот недавно по средствам массоинформации говорили, что один богатый индус в Индии, он просто взял и подарил там 500 квартир своим сотрудникам, потратив там кучу денег вообще. Машины там подарил там. 500 квартир, представляете, у нас тут в России такое где-нибудь увидеть. Это считается, что золотой век начался. Есть люди, которые занимаются благотворительностью, нельзя сказать, что их нет. Но цель не в этом. Не в том, чтобы открыть больницы и всех там лечить. Этот мир, он и есть в большая больнице на самом деле. И еще в больнице открывать в больнице? Странно звучит. Это как тюрьма в тюрьме, понимаете? Тюрьма есть, да. А никто не знает, что это мир-то, тюрьма. И все думают, а он в тюрьме сидит. А я не в тюрьме. Ты еще в более крутой тюрьме вообще. Его хоть от этой тюрьмы там в тюрьме изолировали, а ты в этой тюрьме сидишь. И кто где, непонятно. Все в тюрьме. Срок нашей жизни на земле короток. Если тело изношено в постоянных речах о хори, жизнь наша увенчается успехом. То есть мы должны сжечь это тело. Вот это известная фраза в Бахтина-Сарасвате. Мы должны сжечь это тело в огне Санкиртаны. Что это означает? Взяли кучу упаковок после книг. Подожгли костер и бросились в этот костер. Примитесь же за искреннюю Харибаджину преданные. Времени осталось не так много. Классное послание, да? Вот здорово, что у нас такая гуру Парампара преданная. Вообще вот здорово, что мы имеем отношение к этой гуру Парампаре. Шилипраупадзе, который без сентиментов проповедовал, он не боялся вообще говорить о Кришне. Он всегда говорил о Кришне. Он не говорил о йоге. Он не говорил об астрологии. Он не говорил об этом. Он говорил о Кришне всегда. Он говорил, что мы должны предаться Кришне. И как мы должны предаться Кришне? Он никогда не делал никаких послаблений. Он прямодушный был, понимаете? Он прямо говорил, что мы должны предаться Кришне. Не предаться, проверив все по астрологическому прогнозу. Вот. Кому там, понимаете? Или в какое-то определенное время своей жизни мы должны предаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то нам повезло, что ли, я не знаю. Именно в тот момент, когда Шиллупарупады недавно был. В принципе, опять же, по вселенскому времени Шиллупарупады был вчера. Понимаете? Даже, может быть, вообще там пять минут назад. Он недавно только ушел. Вот. У нас есть возможность служить Джиганадхам. У нас есть возможность проповедовать это знание. У нас есть возможность делиться этим знанием. И Багаватам Шиллупарупада говорит, что мы хотя бы одну душу спасем. Все, жизнь наша увенчается успехом. Разве ради этого не стоит предаваться? Как вы думаете? Я думаю, что стоит. Многие родители говорят, ты что, с ума сошел? Ты же еще молодой. Куда тебя внесло вообще? Как это вообще возможно? Но мы видим, что у родителей ничего не меняется, да? То есть, у них все, как бы вот, к закату потихоньку идет. Они стареют. Вчера был на день рождения брата. У меня младший брат, младше меня, на 16 лет. Ему вчера было 30 лет. Мы когда сели, там собрались все родственники, там, как обычно. Я посмотрел, думаю, 30 лет уже ему. А я-то где уже? Мне-то уже скоро 50. Думаю, ничего себе, времени нет вообще. И они все так же на том же уровне. А что, лук нельзя есть? Вы так же черный чай не пьете? Понимаете, 20 лет уже прошло. А все вопросы те же. Времени нет, предные вообще. Младшему моему брату уже 30-ник. Я в шоке вообще. Я всегда помню вот такие. Летит просто время с космической скоростью. Но я помню, что самое веселое на этом день рождения было то, что как все обсуждали, когда я пришел в сознание Кришны, и как мы воевали друг с другом все. Вот это было самое веселое обсуждение из всего, что там было. И вы знаете, все стали делиться, мои родственники, кто с кем встречался на улице. Вот. И где. И оказалось, что все уже, все уже встречались с преданными. За 20 лет. И самое интересное, что они очень позитивно реагировали на предных. То есть, особенно, когда предные давали им книгу, ну, поскольку у нас там все книги есть, вот. Они говорили, а у нас, как отец, он говорил с гордостью, а вы знаете, кто мой сын? И предные спрашивали, ну и кто? Вы что, не знаете о Киншина Кришну Даса? Вот. Интересные такие. Они у меня вчера делились со мной просто. или сестра, она шла со своей семьей и хрена мошла. И она просто вот так вышла и стала кричать, Харибу! Сестра, представляете? Вот вчера они рассказывали, где они с какими, мы редко общаемся, но они вчера вот говорили, где они с предными встречаются. И это, я вам скажу, дорогого стоит. Означает, что все-таки какой-то шанс там, все нормально, типа. Есть у них шанс. Поэтому предные мы должны любой ценой выходить, любой ценой. Вот у нас вода замерзала, ледяной водой мылись, но выходили. Молодцы вообще. Всем зачет. Кришна этого не забудет, поверьте. Вот. И мы должны продолжать, конечно, давать это знание. И видно было, что, я говорю, мы редко общаемся, но видно, что у них душа, она уже проснулась. Знаете, она еще покрыта вот этими привычками, образом жизни. Но уже видно, что вот это ихнее желание разобраться в этом, оно уже есть. И они вот так все это маскируют. Там, да, там Харе Кришна, да, все нормально. Потом и Егову, и Егову затронули. Тоже надо же покритиковать всех. Кришну покритиковали, давайте Егову еще заденем. То есть, вот. Ну, все там обсудили. Но видно, что у них уже все внутри, понимаете, у них есть желание посмотреть, что же это такое. 20 лет ты этим занимаешься, и я не понимаю, зачем. Понимаете? Вопрос у всех такой. Надо с этим разобраться. И видно, что уже у них есть вот этот интерес внутри. Есть. Несмотря на прошлые войны, баррикады и прочие разборки, которые мы прошли, все эти, но, тем не менее, это дорогого стоит. Поэтому, предный, как говорит Боксинанс, кстати, время у нас мало, надо уже заканчивать. Пожалуйста, давайте будем продолжать проповедовать, нести людям знания, заниматься собственным совершенствованием, привлекать к этому еще людей как можно больше, становиться сами серьезнее, строже к себе. Вот. Без этого не получится, потому что, видите, без веры, без дела мертва, говорил Иисус Христос, и вот Боксинанс Расвадь тоже говорит. Если мы говорим о чем-то, но не делаем, это все лицемерие. Мы должны делать то, о чем говорим. Давайте, пожалуйста, будем продолжать служить нашему дорогому Господу Джаганадхе. И, надеюсь, как шло проповедовать, в конце концов, мы вернемся к Кришне. Харе Кришну преданной. Спасибо большое. Может быть, какие-то дополнения? Вопросы? Замечания? Есть вопрос. Да, громко спасибо за лекцию. Очень было грамотно сказано про прямодушие, но я так понимаю, нужна какая-то квалификация, чтобы действительно говорить людям так, чтобы не цепляло. Чтобы не цепляло? Ну да, чтобы вот эго не страдало. Чтобы не с вызовом имеется в виду, чтобы они вызов не чувствовали. Как быть особенно с преданными? Вот я порой замечаю, что прямодушие не работает. В чем моя ошибка? Вы знаете, ну вообще с преданными нужно быть прямодушными, но в то же время нужно учиться мягкости. Мы всегда должны говорить, уметь хорошие слова, приятные слова. То есть в отношении особенно преданных. Потому что преданные – это вообще уникальные личности в этом мире. Однажды у Шалупруппады был случай, к нему пришла женщина, которая поймала преданных на воровстве. И она видела, как они воровали, я не помню, что вот, честно, не цветы точно. Что-то они украли, короче, там, какую-то пхогу для божеств. Вот. И она пришла в гнею вообще. Она жила рядом где-то там по соседству с храмом. И она… Я Шалупруппада в тот момент приехал. И она прям бросилась на Шалупруппаду. Как же такое возможно? Это я еще давно читал эту историю. Не помню, где она. И Шалупруппада, знаете что? Он думаете, стал он стал на ее сторону? Нет. Он был на стороне преданных. Он сказал, вы знаете, они все равно заслуживают доверие и уважение. Она говорит, да как же такое возможно? Они же воры! Он говорит, вы знаете, они необычные воры. Это воры, которые спасают всех остальных воров. Они несут миссию. И у них задача… Да, они оступились, они сделали ошибку, я с ними поговорю. Но они заслуживают уважение и почитание. И она просто оторопела вообще, она такого не ожидала просто. И вот мы также должны с преданными быть. То есть, видя недостатки в ком-то и очевидные, очевидный косяк, как мы говорим, вот, мы должны проявлять терпение и еще больше уважения к этому преданному. это очень сложно. Как это можно вообще… Вот представьте, он… Видно, что он накосячил. А я-то не косячил. Понимаете? Я же знаю, как правильно было. Но он реально накосячил. Он должен понести наказание. Что мы должны сделать? Вот скажите, что? Вытряхнуть из него душу? Принято, вот эта травинка в зубах – это искусство. Очень серьезное искусство. Как вот зажать травинку в зубах, скажите мне, если везде полный вообще непонятно что? Хочется каждого прибить. Понимаете? Вот. То есть, как это вообще вот с травинкой подходить? Ну, видно, что вообще нереально вообще. Как с ним можно вообще разговаривать? Как? Да хоть бы его президент выгнал бы быстрее, понимаете? И все, и дело в шляпе, понимаете? Меньше проблем бы у всех было. Вот. Как это решить вопрос? Я уже тысячу раз президенту жаловался. Ничего не происходит вообще. Он молчит или игнорирует. А этот человек просто разрушает мою жизнь. Понимаете? Что мы должны сделать? Терпеть. Мы терпеть должны. Понимаете? Терпение должно быть в Кальюгу. Основная реализация – это терпение. Господь Читания он что сказал? Что самое большое оружие в Кальюгу? Что? Смирение. Правильно. Смирение. Потому что ну а что можно в Кальюгу еще другое быть? Скажите. Тут каждый Бог вообще. Каждый самый красивый. Каждый самый богатый. Самый сильный. Это каждый. Вот. То есть что можно сделать в этом случае? Если везде Боги такие же как ты. Как можно их вообще победить? Скажите мне. Если каждый рвется на вершину Олимпа. Понимаете? Каждый лезет на эту гору сметая всех остальных. Это мы на своем уровне видим. Да. Мы здесь как бы в храме там. Ну и так далее. Ну как бы мы представляем просто простых людей. А есть люди не простые. Понимаете? Есть олигархи. Есть правители. Есть администраторы. Есть чиновники. Они лезут на вершину Олимпа. Они валят людей всех вообще. Понимаете? Которые внизу. И не гнушать с этим. Как это вообще можно? Здесь одни боги вообще. Как можно здесь спастись? Если мы не будем вырабатывать смирение. Смирение должно быть. Траву зажимаем и терпим. Кришна все равно оценит это. Не переживайте. Он всегда даст такую возможность потом эту ситуацию изменить. Сто процентов. Потом этот человек будет ближе родни вам. То есть этот. Которого вы хотели просто испепелить. Вот. Знаете? Друзья они как бы вот я вам не раз слышал что старые закадычные друзья они раньше когда знакомились они дрались. Вот я серьезно говорю. Есть такой опыт да? Вот. То есть они раньше дрались. У меня вот есть друзья кармические мы с ними дрались. Сейчас они Харе Кришна говорят все. То есть понимаете? То есть мы встречаемся и они очень позитивно реагируют. То есть Харе Кришна как дела? Все нормально. Да ты все там же. Да ты там. Да да да. Все. Но раньше мы дрались. Понимаете? И сто процентов если мы с этим преданным сначала у нас был конфликт но потом мы с помощью терпения это разрулим сто процентов будет отношение супер отношение будет. Вот. Мы должны это терпеть. Терпение это мощная большая добродетель то есть она дорогого стоит и просто так терпели ну на словах мы не сможем стать нам нужно это именно на себе протащить. Мы должны это через себя пропустить. Мы должны это отработать сами. В этом есть практика и в этом есть наши усилия. Не просто мы не станем просто находясь вашими не прикладывая усилий терпеливыми и смиренными не получится. Потому что Кришна или Майя извиняюсь прошу прощения Майя она нас будет долбить до тех пор пока мы не станем реально смиренными. Понимаете? Не просто мы показное смирение будем показывать Харе Кришна Прабуджи а внутри думаю как ты меня достал вообще что вы хотите сегодня вкусить я бы тебя отравил понимаете? разные вот лицемерие очень жуткая вещь вообще вот это вот кальюга это вот просто оплот лицемерия вообще оплот просто понимаете? Потому что даже находясь в обществе преданных мы скрывая свои анархии мы вынуждены лицемерить вот мы боимся прямодушия мы не можем сказать я да я вот такой лох понимаете? и все скажут президент храма что ли? да это же ужас кто его назначил скажите мне вот понимаете? мы должны быть прямодушны мы должны работать над этим предным вот а еще раз вернувшись к этому тексту я говорю там прям вот в этих там строчках вообще мне очень понравилось супер Баксина Сарасвати это вот ну наш просто прадедушка знаете вот реально можно гордиться что у нас такая парампара это просто супер вообще просто супер он говорит забудьте эту дхарму вообще просто проповедуйте вообще проповедуйте потому что нету времени время мало пока тело шевелится понимаете? потом оно станет как тело старого вола и увидели волов в Индии? знаете что такое вол в Индии? это трактор то есть бесплатный трактор понимаете? вот есть трактора это более зажиточные их имеют а вот основное масса населения крестьяне они имеют волов и вы видели как они изношены вообще? у них суставы вот такие распухшие вот а копыта копыта они стерты практически до основания понимаете? и зубов там уже нет такие два зуба торчат и он жует эту траву понимаете? он не знает он ждет уже когда же он умрет уже господи понимаете? он так задолбался работать этот вол вот и вот я вам говорю что если мы сейчас не будем использовать это тело пока у нас есть энергия вот когда мы станем старыми валами тогда уже вообще ничего не будет понимаете? у нас просто не останется ни времени возможности на это мы просто будем говорить вот так пережевывая двумя зубами просто Харе Кришна и все понимаете? в лучшем случае а в худшем мы просто будем валяться как баклажаны понимаете? и все ничего мы не сделаем с этим поэтому я говорю давайте использовать эту возможность на на миссию вы согласны? спасибо предные спасибо спасибо Продолжение следует...